Дитлент Эрберг каждый шаг дается нелегко. После автомобильной аварии ее мускулы словно окаменели. Без помощи собаки Бентли ей было бы трудно обойтись. Пес носит ее покупки. В случае необходимости он может подать хозяйке костыли. Бентли больше, чем домашнее животное. Он слуга, сопровождающий, защитник. Он вернул Дитлент Эрберг часть самостоятельности и уверенности в себе. Уже самые простые действия, как вот здесь у прилавка рыбного магазина для Дитлент Эрберг, становится испытанием. Если бы она упала, то без Бентли не смогла бы подняться. Задача пса – быть рядом и помогать своей хозяйке-инвалиду. Я думаю, что к инвалидам многие относятся как к аутсайдерам или почти как к прокаженным. Это как табу. Люди на тебя пристально смотрят и тут же стыдливо отводят взгляд. Собака в данном случае снимает напряжение. Я вдруг оказываюсь в роли женщины с собакой, а не с костылем. С рынка баварского городка Вольфрадсхаузен домой к Дитлент Эрберг. Она сама управляет автомобилем. Уже вскоре после аварии 24 года назад она снова села за руль. Отказ от автомобиля означал бы еще больше ограничений. Раньше я часто бывала в горах, теперь это невозможно. Но я нашла другие развлечения. Иными словами, я стараюсь не печалиться по поводу того, что уже не вернуть, а искать новые возможности. А их большое множество. Надо только проявить гибкость и концентрироваться на новых вещах. После аварии Дитлент Эрберг была парализована. Но потом некоторые функции нервной системы частично восстановились. В том, что ей не удается, Дитлент помогает осуществить ее верный пес Бентли. Если на кухне что-то упадет, на помощь приходит собака. Дитлент не может сгибаться. Камера на спине Бентли показывает, как усердно он выполняет свою работу. Это качество свойственно лабрадору-ретриверу. Собака и для мужа Дитлент Эрберг – большая поддержка. Благодаря Бентли он может не беспокоиться за свою супругу, если она остается дома одна. Без собаки, в этом супруге убеждены, их жизнь была бы совершенно другой. У тебя было предназначение. Ты не спрашивал себя, что делать, а делал. Теперь в доме снова затеплилась жизнь. Трагедия, случившаяся в нашей семье, вызвала депрессию. У меня была здоровая жена, а потом случилась авария, которая изменила все. Позже у нас появилась собака, которая разделила с нами проблемы и решение задач. Главная проблема оказалась не в центре внимания, а сместилась чуточку в сторону. «Раньше мне часто приходилось спросить своего мужа о помощи. Принеси мне, пожалуйста, то или это. А это доставляет партнеру лишние хлопоты. Теперь, когда мне помогает собака, быть стал проще, и напряжение в наших отношениях спало». Где приобретают таких собак? Причем таких, которые могут ладить даже с кошками. В 150 километрах от городка Больфратсхаузен у Элизабет Фербегер. Она руководит школой, в которой обучают собак-ассистентов. Концепция тренировок родом из США. Тренер Софи пытается научить собаку Николаса ни при каких обстоятельствах не отходить от хозяина, несмотря на то, что он сидит в инвалидной коляске. Пес также должен учиться лаять по команде. «Если человек падает из своей инвалидной коляски, если батарея разрядилась раньше срока, все это шоковые моменты для инвалида. И тогда они оказываются беспомощными. В этом случае важно, чтобы собака начала громко лаять и звать на помощь». Каждую собаку тренируют в соответствии с нуждами его будущего хозяина. У каждого человека с ограниченными физическими способностями своя особая ситуация. Кто-то нуждается в помощи при открывании дверей, кто-то, чтобы надеть или снять обувь. И не каждая собака способна стать ассистентом. «Эта собака должна быть чуть ли не трудоголиком. Она должна с удовольствием работать и всегда быть рядом с хозяином». Желающих приобрести собаку-ассистента очень много. И это несмотря на довольно высокую цену — 16 тысяч евро. Элизабет Фербингер помогает найти средства. Благодаря ей 280 инвалидам удалось обзавестись такими помощниками. Никласа ждет новая задача. Софи направляет пса по узкому проходу. При этом он не должен терять зрительный контакт с хозяином. Так собака должна себя вести, подходя к кассе в супермаркете. Софи сама садится в инвалидную коляску во время тренировок. Таким образом, она может лучше понять и почувствовать потребности будущих хозяев четвероногих питомцев. «Ты вдруг начинаешь видеть мир совершенно другого ракурса. Он гораздо ниже обычного. Ты даже не все можешь увидеть. Не можешь достать до нужных вещей». Сегодня Никлас и Коли по кличке Джинджер впервые будут выпущены в мир людей. Вместе с тренером они едут в торговый центр. «Обычным собакам вход сюда воспрещен. Для собак-ассистентов делают исключение. Они узнаваемы по синей накидке на спине. И важно, чтобы они себя вели, как подобает. Проверка теории на практике. Покупки в супермаркете. Сможет ли Джинджер справиться с тем, что женщина, которую он упекает, на короткое время исчезнет из его поля зрения? Тем временем Никлас приближается к кассе. Он все делает так, как стоит в пособиях по обучению собак-ассистентов. Остается рядом, выполняет команды и поворачивается в нужные моменты. Шесть месяцев тренировок оказались не напрасными. «Нельзя забывать о том, что помощь собак нужна и выходные. Поэтому мы не перестаем их тренировать. Набирается несколько сотен часов до того, как можно сказать, что собака умеет все и готова приступить к работе». В школе для собак на следующий день семья Крайдлер пришла на аттестацию, своего рода экзамен. Сегодня на очереди Брауни. Кому собака позже будет помогать? У меня сахарный диабет первого типа. А Брауни – моя ходячая система оповещения об уровне сахара в крови. Она всегда очень внимательна и тут же чует все перепады. Чуть позже собака начинает подпрыгивать, а кони понимает, что что-то не в порядке. «Вот теперь я проверяю содержание сахара в крови, а заодно и тестирую работу своего ассистента». Некоторые больные диабетом сами чувствуют изменение уровня сахара в крови. У кони Крайдлер это не получается. В худшем случае она может неожиданно потерять сознание. «Собака мне только что подала сигнал. Осторожно, уровень сахара завышен. Это для меня большое облегчение, потому что я могу раньше прореагировать и что-то предпринять». А теперь Брауни отправляется на ежегодную проверку. Собаки-ассистенты всегда несут ответственность за своих хозяев. Служба у них проходит круглые сутки. Именно поэтому Брауни бывает трудно ослабить внимание. Может ли он это сделать? У тренера Элизабет Фербингер нет никаких замечаний к Брауни. Он успешно сдал экзамен на профессиональную пригодность. Дома у семьи Крайдлер. В повседневной жизни Брауни обычная собака. Но она старается не отходить от Кони. Брауни постоянно ее сопровождает и одновременно дает ей ощущение независимости. «У меня есть подруга, которая постоянно со мной совершала пробежки, потому что боялась оставить меня без присмотра. Я дважды в день занимаюсь спортом. И меня всегда сопровождал тот, кто в курсе моей болезни и мог в случае необходимости мне помочь. Это напрягает, тем более, что мне всего 30 лет». Теперь Кони постоянно сопровождает собаку-ассистент. Ее нос всегда на чеку и направлен в сторону хозяйки. Брауни не любит отходить от нее. Даже ночью собака спит рядом с кроватью хозяйки. «Бывают ситуации, свидетелями которых собака не должна быть, но в это время она находится за дверьми. У двери есть ручка, которую Брауни, слава богу, открыть не может». Вернемся к Дитлинд Эрбер. Она берет Бентли сегодня с собой в больницу. Там она работает психологом. Бентли помогает не только своей хозяйке. Нередко он может растопить лед между доктором и пациентом, и тогда разговор проходит более легко и непринужденно. Нередко бывает так, что собака может повлиять на пациента лучше доктора. Уже даже потому, что она может снять с души тревогу, успокоить. Во многих странах собак давно уже используют во время сеансов психотерапии. Германия пока стоит в начале этого пути. После работы Дитлинд уделяет большое внимание своей собаке. Вместе с соседским псом они идут на прогулку, чтобы избавиться от скопившейся энергии. «Он привнес в мою жизнь много радости и удовольствий. Я не ориентируюсь теперь только на себя, не занимаясь самоконтролем, а общаюсь со своей собакой. А эта радость, которую я испытываю от общения с верным другом, очень обогащает мою жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова